Добрый день! С вами программа «Музей и мания». Меня зовут Елизавета Шатухина, я экскурсовод Музея истории медицины Сеченовского университета. Музей был основан в 1990 году и сейчас насчитывает более 80 тысяч единиц хранения, среди которых личные мемориальные фонды выдающихся деятелей отечественной медицины и медицинской науки, уникальные медицинские инструменты XVIII-XX веков, учебные пособия и книги, крупнейшая в нашей стране коллекция медицинской фалеристики и, разумеется, скульптурные живописные портреты выдающихся корефеев отечественной медицины. Сеченовский университет является прямым правоприемником медицинского факультета Императорского Московского университета, основанного еще в 1755 году по указу императрицы Елизаветы Петровны. Занятия на медицинском факультете начались в 1758 году, когда из Европы, из Литебского университета, приехал профессор Иоганн Христиан Керштенс и начал читать лекции для российских студентов-медиков. В этой витрине представлен интереснейший экспонат – фрагмент кабинета немецкого анатома Иоанна Либеркюна, купленный в 1765 году императрицей Екатериной Великой специально для медицинского факультета Императорского Московского университета для наглядного обучения студентов. Здесь же, в этой же витрине, особый интерес представляют медицинские инструменты до асептической, до антисептической эпохи. В те времена еще не было понятия о бактериях и инфекциях, соответственно, инструменты не проходили стерилизацию и не проходили санитарную обработку. Все они изготовлены из разных материалов – слоновой кости, эбонита, разных пород дерева, в отличие от привычных нам современных медицинских инструментов, которые изготавливаются только из медицинской стали. В конце XVIII столетия преподавание на медицинском факультете Императорского Московского университета было исключительно теоретическим. Подвижки в этом направлении были сделаны уже в 1804 году, когда по новому университетскому уставу было предписано создать клиническую базу медицинского факультета. Появились три клинических института – терапевтический, хирургический и повивальный, то есть акушерский. Особое внимание привлекает к себе коллекция костных макропрепаратов, которая принадлежала известному немецкому анатомному препаратору Христиану Ивановичу Лодеру, который специально приехал из Европы в Россию преподавать студентам-медикам Императорского Московского университета. Коллекция насчитывала более 40 тысяч примеров костных патологий. Он собирал эту коллекцию всю свою жизнь. Рядом с этой коллекцией вы видите череп, привезенный из первого кругосветного путешествия Иваном Федоровичем Крузенштерном и подаренным Христиану Ивановичу Лодеру в его коллекцию. Позднее всю коллекцию костных макропрепаратов Лодера выкупил император Александр I и подарил медицинскому факультету специально для наглядности преподавания студентам. В 1846 году происходит расширение клинической базы медицинского факультета Императорского Московского университета. Происходит разделение клиник на факультетские и госпитальные. Складывается курсовая система преподавания медицины, сохранившаяся и по сей день. Особую роль в проведении реформы высшего медицинского образования сыграл Федор Иванович Инноземцев, выдающийся хирург, преподаватель и организатор. Именно он стал первым директором факультетской хирургической клиники. Именно в этой клинике в 1847 году он впервые в России применил эфирный наркоз при операции. Вторая половина 19 столетия считается золотым веком русской медицины. Появляются новые научные дисциплины, создаются новые кафедры, происходит дифференциация медицинского научного знания. Будучи деканом медицинского факультета в 80-е годы XIX века, Николай Васильевич Скалифосовский стал инициатором создания, строительства и организации уникального медицинского комплекса в исторической местности Москвы «Девичье поле», где мы с вами сейчас и находимся. Было построено 15 клинических зданий, 8 научных институтов. И весь этот комплекс решал три единую задачи – учеба студентов, научная работа профессоров и преподавателей медиков и, безусловно, лечение больных. В ходе 12-го международного конгресса врачей западноевропейские ученые познакомились с новинками российской медицины, познакомились с новым абсолютно уникальным комплексом клинических зданий медицинского факультета, который стал его основной клинической базы с этого момента. И также в ходе торжеств по случаю открытия клинического комплекса состоялось открытие и первого памятника врачу и ученому в России. Безусловно, это был Николай Иванович Пирогов. Памятник и по сей день стоит на своем месте, где его открывали в 1897 году. Многие клиники в составе клинического комплекса на Девичьем поле были построены на деньги московских благотворителей – меценатов, купцов, промышленников. В частности, клиника болезни охо-горло-носа. Кстати, впервые в Европе эти специальности были объединены в общее изучение именно у нас – от ариноларингологии. Основоположником этого направления в нашей стране был Станислав Федорович Фонштейн, профессор и первый директор клиники болезней ухо-горло-носа. В его акустическом кабинете стоял уникальный музыкальный инструмент – физгармония, благодаря чуткости которого можно было изучить особенности слуха пациента и точно диагностировать болезнь. В собрании нашего музея также представлена часть уникальной коллекции муляжей из кафедры кожно-венерических болезней. Совсем небольшая часть, всего лишь несколько экспонатов, потому что большая часть этой коллекции, около 1300 экспонатов, находится в музее, собственно, клиники кожно-венерических болезней. Муляжи эти уникальны тем, что были созданы художником-самоучкой Сергеем Павловичем Фивейским, которого на просторах нашей необъятной страны нашел основоположник дерматовенерологии в России Алексей Иванович Поспелов. Одновременно с развитием узких специальностей и медицине развивались, конечно, и фундаментальные науки, например, терапия. Одним из известнейших терапевтов второй половины XIX века был Григорий Антонович Захарий. Он воспитал целую плеяду выдающихся терапевтов, врачей, медиков, ученых. И одним из его учеников был Антон Павлович Чехов. Его небольшой портрет мы также видим в этой витрине. Отдельная часть экспозиции нашего музея посвящена Ивану Михайловичу Сечному, основоположнику материалистического направления в психологии, выдающемуся физиологу с мировым именем. Надо сказать, что именно его имя в 1955 году было присвоено нашему университету. По сей день мы носим имя Ивана Михайловича Сечного. Он изучал многие направления физиологии. Также одним из направлений его деятельности было изучение газообмена в крови. Сечнов сконструировал как стационарный, так и портативный газоанализатор, представленный здесь в экспозиции нашего музея. Уникальный экспонат, который был сконструирован лично руками Ивана Михайловича Сечного. На фотографии над экспонатом показывает, как он использовался. Изучал процессы дыхания во время ходьбы, изучал процесс газообмена вдыхаемого-выдыхаемого воздуха. Начало XX века в нашей стране – это время бурь и потрясений, одним из которых стала Первая мировая война. Тогда впервые была применена практика выпуска на фронт студентов старших курсов медицинского факультета Императорского Московского университета в качестве зоори от врачей. Это были студенты 4-5 курсов, которые уже получили достаточно знаний, чтобы помогать раненым на фронте, но еще не были дипломированными специалистами. На фронте они пользовались инструментами, которые очень похожи на наши современные, сделанные из медицинской стали. Некоторые инструменты использовались исключительно в военное время, как, например, щипцы пулевые изогнутые для извлечения из тела раненых осколков снарядов и пуль. После революционных событий с 1918 года начала складываться новая система здравоохранения. Первым наркомом здравоохранения был назначен Николай Александрович Семашко. Перед ним была поставлена очень сложная задача – прекратить распространение инфекционных заболеваний, эпидемии инфекционных болезней среди мирного населения в войсках Красной Армии в гражданскую войну, а также донести до населения необходимость соблюдения санитарных и гигиенических норм. По его инициативе было создано издательство «Санпросвет». С помощью этих брошюр и плакатов населению простейшим языком и с помощью картинок объяснялось, что нужно делать для того, чтобы не заболеть самим и не допустить распространения инфекционных заболеваний в массах населения. В 1930 году медицинский факультет выделился из состава Московского государственного университета. И стал первым в нашей стране отдельным высшим медицинским учебным заведением, первым Московским медицинским институтом. И перед собой вы видите фотографии профессорско-преподавательского состава. Все это действительно знаменитые люди, которые создавали свои научные школы, двигали советскую медицинскую науку. Но самое главное – именно они подготовили то поколение врачей, которым предстоит столкнуться самым страшным испытанием в 20 веке для нашей страны, Второй мировой войной, Великой Отечественной войной. Когда началась Великая Отечественная война, Первый медицинский институт очень быстро отреагировал на это событие. Больше половины сотрудников и студентов Первого меда отправились на фронт, в том числе и в составе Пятой фронтинской добровольческой дивизии народного ополчения. Но также многие наши выпускники, студенты, преподаватели, профессора работали в тылу. Одна из наших выпускниц, Галина Филадельфовна Забугина, работала в Эвакогоспитале в Подмосковье, в усадьбе Монина. И была действительно врачом от Бога, хирургом от Бога. Она оперировала по нескольку суток, не отходя от стола. Она спасла жизни очень многим раненым с фронта. И в дальнейшем многие из них присылали ей благодарности, рассказывали истории с фронта, сводки с полей, поздравляли со всеми праздниками ее и ее маленького сына, который неотлучно был при маме в военном госпитале. У нас в клиническом коротке на Девичьем поле также располагался госпиталь для раненых с фронта. Студенты, которые не уехали в эвакуацию с институтом в Уфу, продолжали обучение на старших курсах здесь, в Москве, продолжали и учиться, и работать одновременно. Помогали готовить палаты к приему раненых, ездили в Подмосковье, заготавливали дрова для отопления клиника, потому что все топливо уходило на нужды фронта. Развлекали выздоравливающих больных, устраивали праздники. Конечно же, продолжалась и работа профессорско-преподавательского состава. Знаменитые хирурги Бурденко и Герцен работали здесь, оперируя, также не покладая рук. В зале, посвященном фронту, привлекает особое внимание палатка, дивизионную медицинского пункта. Именно в таких палатках военврачи оказывали раненым первую хирургическую помощь. Среди наших экспонатов есть один совершенно уникальный. Немецкая 50-мм мина, которая была извлечена из тела раненого бойца в 1943 году, как раз в операции в подобной палатке. Уникальную операцию проводил наш выпускник 1934 года Аркадий Михайлович Раздьяконов. Сложность этой операции состояла в том, что снаряд попал в тело бойца в активном состоянии и не разорвался. То есть риск проводить подобную операцию был очень велик. Но если бы ее не сделали, то боец просто умер бы. Конечно, хирург взял на себя такой риск. Ему помогала молодая девушка, медсестра, которая также по доброй воле согласилась помочь, прекрасно понимая, что все может закончиться печально. Но тем не менее, ювелирная операция прошла успешно. Мину передали саперам, они ее обезвредили. И она хранилась в семье у Раздьяконово вплоть до 2013 года, когда его потомки передали ее нам в музей вместе с историей болезни этого самого солдата. За годы Великой Отечественной войны 47 медиков удостоились высшей награды Советского Союза «Золотой звезды героя». Судьбы четырех из этих медиков связаны с Первым Московским медицинским институтом. И одна из них – выдающаяся женщина Надежда Викторовна Троян. Она участвовала в ликвидации гитлеровского наместника в Белоруссии Вильгельма фон Кубе. Будучи партизанской медсестрой, разведчицей, связной партизанского отряда «Буря», Надежда Троян получила столь сложное задание, но выполнила его достойно. И в дальнейшем ее жизнь была полностью связана с Первым медом. Спасибо за внимание. С вами была программа «Музей и Мания». И я, Елизавета Шатухина, экскурсовод Музея истории медицины Сеченовского университета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok